Когда вы соревнующийся атлет, вы быстро выясняете, насколько сильны и энергичны и прочее. Но весьма вероятно, что есть люди, тело которых настолько же хорошо развито, как и ваше. Они также хороши. Их мускулатура, они выполняют те же упражнения, у них, ну, такие же пропорции, вы понимаете. И возникает вопрос, а что выделяет победителя? Это разум. Он фактически создает тело. Разум, который поднимает вас до 4-5-часовых ежедневных тренировок. Это разум, который визуализирует тело, приводит его к завершенному виду, набирая обороты. Тюрьма штата Сан-Квентин Всем привет! В течение последних двух лет я делал представление, как это, во всей Калифорнии, в разных уголках. В тюрьмах, в больницах и так далее. И я великолепно провел время, посвящая один день в месяц, чтобы прийти к людям и помочь им в тренировках и тому подобное. Когда я проводил семинары на тему «Как стать чемпионом?», я всегда интересовался у слушателей. «Почему ты хочешь стать чемпионом?» «Чего ты хочешь достичь? Почему ты тренируешься?» И люди выходили и отвечали «Я тренируюсь потому, что считаю, что если я стану мускулистом и буду соответствовать некоторым представлениям о развитии, то я, вероятно, смогу вступить в состязание по бодибилдингу». «Садись. Если ты мыслишь таким образом, ты проиграешь. Ты никогда не достигнешь, потому что нет возможно. Ты должен встать и сказать «Я хочу быть чемпионом!» «И я сделаю все, что потребуется для этого. Часы работы, позирование, то, это, визуализация, поиск способов тренировки, чтение литературы для мотивирования, чтение прочей литературы. Все, что потребуется, я буду делать. Вот ответ, который мне хочется слышать от вас». Таким образом, можно вычислить, кто окажется слабее и уступит, кто не пройдет путь до конца, а кто будет жаждать. И эту жажду необходимо развивать, необходимо задаться целью, что бы это ни было, краткосрочные цели и долгосрочные. И нужно идти к ним. И если вы не видите этого, не верите в это, то кто поверит? Тело – очень важный элемент, но разум еще важнее. Вы должны представлять, как тело должно выглядеть, чего нужно достичь, чтобы победить, потому что так создается воля. Воля, которая необходима, чтобы ходить в зал каждый день. Воля, которая позволит идти вперед. Когда вы делаете приседания с весом 220 килограммов, вы не можете сделать еще одно повторение, и ваше тело трясется. Воля, которая заставит вас приседать еще раз и подняться еще раз. И все это – ментальные аспекты, которые мотивируют, которые наполняют энтузиазмом, пока вы на тренировке, сподвигают на еще одно повторение, сподвигают еще на сто повторений в приседании на работу через боль. И это все – в уме. Это не в теле. Вот почему я думаю, что тело очень важно, но ум важнее тела. Вы должны приходить в зал и чувствовать каждое повторение, что вы делаете. Оно приближает вас на один шаг к цели, к тому образу, который станет реальностью. Вот почему на тренировках всегда много радости. Можно заметить, что во время тренировок мы рады. Многие спрашивают, как так? Вы смеетесь, радуетесь на пятичасовых тренировках? Я отвечу, потому что я знаю, что каждая тренировка, каждая пятерка часов приближает меня к титулу «Мистер Олимпия» или «Мистер Вселенная» или «Мистер Даг», как его там. И я считаю, что если вы думаете, что на пути к цели вы не будете терпеть поражения, вы слепы. Потому что я не встречал, да и не найти такого человека, который не терпел поражений на своем пути. Вы должны, я имею в виду, что вы должны осознавать, при подъеме 220 килограммов, думаете ли вы о поражении. Таким образом, если вы боитесь потерпеть неудачу, вы не будете расти. Люди, опасающиеся будущего роста или те, кому все равно сделают они или потерпят неудачу, должны принять этот риск, и это именно то, что вы должны сделать. Я считаю, что изучение подхода к спорту очень помогает в чем-либо другом, чем вы занимаетесь в жизни. Так, теперь вы применяете те же принципы к актерскому мастерству. Например, я говорю, минутку, я провожу пять часов каждый день на тренировке, позирую час в день, растягиваюсь, то, все, все сопутствующие дела. Теперь давайте-ка я применю то же самое к моей карьере актера. Давайте ходить в школу актеров каждый день, работать над произношением, затрачивая то же количество времени, с тем же упорством, визуализировать. Для чего я это делаю? Я хочу быть еще одним Клинтом Иствудом, я хочу быть еще одним Джоном Уэйном, я хочу быть еще одним Кирком Дуглсом. Это все герои, которые побуждают двигаться. Вот к чему я стремлюсь. И те же принципы для работы, когда люди вокруг меня говорят, у тебя ничего не выйдет, потому что у тебя акцент, твое тело слишком громоздко, и твоя фамилия Шварц, начни сцелили как себя там, и кто сможет произнести ее. Но ты знаешь, и не важно, знает ли это кто-нибудь другой, верит ли кто-нибудь другой, ты знаешь, и ты знаешь то, что тот самый принцип визуализации себя на вершине будет работать, чем бы ты ни занимался, и будет приближать тебя к этому образу. Я закончил с бодибилдингом в 75-м, и стал участвовать в съемках фильмов о Конане. Там были большая студия за твоей спиной, стоимостью 20 миллионов долларов, декорации, на все тратились миллионы в день. Я собирался отправиться в Австралию, стал судьей в соревнованиях за звание Мистер Олимпия, и чем бы я ни занимался, я решал, я должен выглядеть достойно. Думаю, участники соревнований чувствовали сильное разочарование, у них была мысль, зачем я это делаю, зачем мне нужна эта награда, которую я получу из рук человека, у которого все есть. Я думаю, это было разочарование. И знаете, я тогда чувствовал, что я силен, и что я могу выглядеть достойно. Итак, теперь я применяю этот же принцип в моей политической карьере. Этот исторический момент выбора касается того, что существует огромный разрыв между жителями и правительством Калифорнии. Я собираюсь стать губернатором, чтобы принести изменения. Я хочу быть губернатором народа. Я буду работать честно, без страха и сожаления, чтобы сделать то, что будет лучше для всех жителей Калифорнии. Присоединяйтесь к Арнольду и вернем Калифорнию себе. Люди видят меня как мощного киногероя на экране, и они ожидают столь же решительных действий в реальной жизни. Вот почему в моей карьере политика люди постоянно говорят мне, «Это рискованно по политическим соображениям обсуждать реформы, касающиеся тюрем». Люди не желают даже разговаривать об этом. И я отвечаю, «Да, может, это и рискованно, но в настоящее время мы имеем 172 тысячи заключенных в учреждениях стоимостью в сотни тысяч долларов, и некоторые из них вот-вот развалятся. Ничего хорошего это не предвещает. И я собираюсь их ремонтировать. Я чувствую себя очень сильным. Я смогу собрать вместе всех людей. Я смогу объединить демократов, республиканцев и так далее. И я знаю в точности, что необходимо сделать, чтобы привести экономику в надлежащее состояние, чтобы вернуть рабочие места, возродить бизнес, преобразовать брокерские соглашения. Чтобы сделать все это, я знаю, необходимо сделать некоторые вещи, изменить что-то в экономике, чтобы люди в Калифорнии чувствовали это, что наступил золотой век. После кампании, после участия, после победы в выборах, все, что я планировал, стало реальностью. Я всегда использую бодибилдинг как пример для многих занятий, которыми я занимаюсь. Если мы говорим о бюджете, окружающей среде, о тюремных реформах, каким-то образом все приходит к моему опыту занятия бодибилдингом. Все, чем я занимался и занимаюсь сегодня. Я понял, что человек — это достижение, и каждый шаг — это жизненный опыт. Автор перевода Михаил Ватуев. Голос за кадром Антон Прокофьев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok